Здравствуйте! Меня зовут Руслан Сулейманов. В эфире программа «В контексте». Сегодня мы работаем в прямом эфире. Новый президент Ирана Масуд Пазашкян опубликовал статью в газете «Тегран Таймс», в которой рассказал о том, какой будет внешняя политика Исламской Республики в ближайшее время. Среди прочего, Пазашкян подчеркнул, что Россия и Китай являются стратегическими союзниками Ирана, и его администрация будет продолжать расширять и укреплять сотрудничество с этими странами. Помимо этого, президент указал на то, что оборонная доктрина Ирана не включает ядерное оружие, и призвал Соединенные Штаты, цитата, «скорректировать свою политику». О том, как изменится внешняя политика Тегерана, мы побеседуем с иранским политологом Амиром Чахаки. Агай Амир, здравствуйте, я рад вас вновь приветствовать. Хошем адид. Добрый день, большое спасибо вам. До приглашения. Агай Амир, мы с вами в последнее время не раз обсуждали то, что происходит в Иране, мы беседовали сразу после первого тура президентских выборов, и для многих тогда было неожиданным то, что победил кандидат от реформаторов. И после первого тура не все были уверены в том, что ему удастся объединить еще больше иранцев и собрать в том числе голоса тех, кто голосовал за консерваторов. Вот для вас победа Пизышьяна во втором туре стала все-таки неожиданностью? Я считаю, что это не было неожиданностью, для меня точно не было неожиданности, я это считал и писал об этом. Для этого есть веские причины, как я считаю. Мы знаем, что выборы в Иране не совсем или вообще не демократичны. И есть Советы Стражей Конституции, которые должны одобрить командирности, так и называется Аллах-Яд, кандидата в президенты. И у них ориентир, критерий не очень ясно. То есть они всегда допускают только тех людей, у которых, как они считают, нет сомнений в лояльности к духовному лидеру, к исламу. А какие критерии для этого есть, никто до сих пор не знает. Тем более, те, кто не прошел этот барьер, и они одобрили их компетентности, они написали много раз, спросили причины. Допустим, Сахжа Хангири, бывший первый зам президента Рохани, не мог пройти этого, не знаю, как называть даже, это надзор. Его не допустили до выборов, и он писал многократно и не получил ответ. И это, когда прошел Презешкиан, для меня было очевидно, что духовный лидер готов и с ним работать. Почему? Потому что в предыдущей выборе парламента тоже Советы Стражей Конституции Ирана не одобрил его дело из того, чтобы стать депутатом. А потом опять вмешивался офис духовного лидера, и он прошел и стал депутатом парламента Иранского Азербайджана. И второй, смотрите, вторая причина. Об этом я и в вашей программе, по-моему, я сказал об этом. Был главный Презешкиан, он ближе к реформаторам. Он никогда не сказал, я реформирую с реформатором, но его поддержал фронт реформаторов Ирана. Но был Калибов, много лет он был мэри города Теграна, сейчас он спикер парламента. И был Саид Джалилин, который ультраправый, то есть Калибов и Джалилин, обе консерваторы. Но они остались. Они обе остались в Турк. Мы все ожидали, что один уходит позу другого. Но они обе остались, не ушли. Таким образом, произошло деление между консерваторами. И если был один из них, Калибов или Джалилин, уважаемый в Иерусаллах, даже была возможность победить один из них, не Презешкиан. 50% плюс один голоса они могли получить. Почему так не произошло? Могло бы духовный лидер только намекать на это, а от его имени сказали бы кому-то из двух, один бы ушел. Если мы смотрим на статистику первого тура, суммарно голоса, которые получили Джалилин и Калибов, было больше, чем Презешкиан. Поэтому я ожидал победы Презешкиана. Тем более, второй тур был большой лозунг. Давайте выберем из двух зол поменьше. И будет хуже, если будет Джалилин. Поэтому народ еще пошел больше. Если первый тур был 40% явка, и второй тур 49%. И это 9% в основном на пользу Презешкиан. Я такого ожидал. В ходе своей предвыборной кампании господин Презешкиан делал акцент на том, что он постарается смягчить контроль за частной жизнью иранцев, в частности за дресс-кодом. Корректно ли на ваш взгляд утверждение о том, что от того, какую политику будет проводить господин Презешкиан внутри страны, будет зависеть и внешняя политика, в частности, будущее возобновление, возможное возобновление ядерной сделки? Мы должны их различать. В внешней политике и отношения с Западом идет жестко под контролем Ай-Хаммельяи, Ай-Суллах Хаммельяи. И в этом, мы как раньше говорили, президент не имеет никакой власти. Но о том, что у Презешкиана, в самом деле, был более мягчей позиции по поводу обращения к женщинам, с девушками, насчет свободы хиджаба или отсутствия обязательства. Да, у него была более прогрессивная, когда Ай-Суллах Хаммельяи погиб, он выступил, в самом деле, сказал, надо прозрачно сказать, почему он убит. Но он убежден, не мусульман, его дочка, да не только Манто, его дочка и Чадури одевает, молодая дочка. И поэтому, что будет происходить? Будет происходить, в самом деле, я ожидаю, что не будет жесткое обращение с девушками, будет мягче относиться. Но чтобы иллюзия, чтобы Презешкиан сможет добиваться разрешения Ай-Суллаха Хаммельяи отменить хиджаб, это, я думаю, нереально. Хиджаб остается как закон, только не будет жестко наказать. Это происходит. Но они между собой не имеют связи. То есть, хочу сказать, это, скажу, обращаюсь зрителям. Каких пор Америка, в самом деле, принимает решение насчет демократии в других странах. А в всех странах Презиского залива у многих до сих пор нет даже в выборе. Женщины недавно имели возможность в Русской Аравии сидеть за рулем. Поэтому, я думаю, западный мир будет принимать решение насчет атомной сделки, учитывая своего интереса. Ни демократии, отсутствия или присутствия в Иране. В своей недавней статье господин Пизышкян обратил внимание на то, что Россия и Китай по-прежнему остаются ключевыми партнерами для Тегерана. И пообещал развивать отношения с этими двумя странами. Как вы полагаете, не будет ли это препятствовать той цели, которую поставил Пизышкян, а именно вывод Ирана из изоляции? Я не считаю, потому что ему другого выхода не было сказать, что он будет продолжать курс Исламской республики из Галиад на восток. Это мы понимаем, что докториня и внешняя политика определяется с духовным лидером, и он не мог по-другому сказать. Эта статья, как вы тоже правильно сказали о содержании, главное, что там есть. Главное, я считаю, что говорить, что нет, отсутствуют ядерные программы, как ядерные бомбы для обороны докториня Ирана. И там, я, да, еще раз говорю, не только о Китае и России вместе, как партнере Ирана, даже отдельно говорит о России, как стратегический партнер. Еще хочу сказать, Руслан, это есть одна причина. Калибов был в Санкт-Петербурге, вы знаете, да, председатель парламента Ирана присутствовал в Петербурге на счет ансамбале спикера парламента БРИКС. И он начал говорить о имени нового правительства. Я и ожидал реакции Петербурга. Он от имени нового правительства, которого нет еще, начал убеждать Путина, что ничего не изменится по отношению к России. Я считаю, это отчасти был реакцием Петербурге с помощью Зарива. Давайте скажем, господин Руслан, что доктор Зарив, бывший министр странных дел, который хорошо известен в Западе, имел близкие отношения с Джан Керри. Он был главным советником сейчас в России, и еще он стал председателем советов времени перехода к новому правительству. То есть он будет создавать комиссии, комиссии для подбора министров. Это сам по себе говорит, что он дал еще сообщение Западу, что вот Зарив у меня главный. И я думаю, министр странных дел будет не какой-то консерватор, может быть, Санаи, бывший посоль Ирана в Москве, или даже Арахчи, бывший зам Зарива. Я считаю, что это сообщение более-менее хотел успокоить и Запада, и Востока. И на этом этапе со стороны Петербурга была разумный ход. Он по-другому не мог охарактеризовать отношения с Китаем и Россией сегодня. Агамер, буквально на следующий день после своего избрания президентом, господин Пизышкян направил послание лидеру шиитской военизированной организации в Ливане Хизбалла Хасану Насрале, в котором указал на то, что Тегеран продолжит поддерживать сопротивление, как это говорилось в письме Пизышкяна. О чем это говорит, на Ваш взгляд? Что так называемая ось сопротивления, то есть цепочка прокси Ирана на Ближнем Востоке продолжит существовать, что ирано-израильское противостояние тоже никуда не уйдет? Конфликт с Израилем, я думаю, никуда не уйдет, но будет спад. Это мы говорили об этом, и мы знаем события, которые, апрельские события, когда уже после удара, ответный удар Израиль, Исфахан, ира не реагировал больше. Но я не ожидаю ухудшения. Но давайте еще скажу, вот это может быть интересно, будет для зрителей, для вас, Руслан. От имени Хасан Насулла до выбора начали такие новости, что он предлагал консерваторам соединиться и выбрать одного кандидата. Это не подтвердилось, что официально, но не официально от его имени говорили, он рекомендовал Джалиле Галибав договориться. Это же считалось вмешательством внутри Ирана. Я думаю, это ход тоже со стороны Пазишкиана, он убежден, как исламский политолог, политолог, политик в Иране, что ведет линию духовного лидера. И не только он с ним поговорил, он еще тоже в этом письме, о чем вы говорите, в этой статье, которую вы говорили, он говорит о соседах. Он впервые говорит о том, что Газе с помощью арабскими странами надо остановить войну. Он говорит, что война на Украине тоже предлагает, должен быть мир. Но насчет Хасана Насулла, это был тоже какой-то политический шаг. И ожидать от него, Руслан, мы с вами знаем, ожидать от него, что он будет изменить внешние политики, резко не приходится. Это он не определяет. Но и Хезболлах, в отличие от Хамаса, от Хусиха, это сама организация, созданная Ираном. Отношение с Хазболлах будет продолжаться. Какой-нибудь президент, это ничего не изменит. А как в целом, на ваш взгляд, может измениться политика Тегерана на Ближнем Востоке? Стоит ли ожидать смягчения какого-то давления на регион, то, о чем вы уже упомянули? Или все-таки корпус Стражей Исламской Революции, который как раз-таки осуществляет вот эту внешнюю политику, активную, кто-то ее называет наступательной внешней политикой, это все равно продолжится, потому что у президента все-таки не так много полномочий, чтобы влиять еще и на корпус Стражей Исламской Революции? Это хороший, нужно сказать, вопрос, дает возможность мне напомнить, о чем мы говорили с вами несколько раз. Смотрите, я хотел убеждать сейчас зрителя в том, что духовные люди Хамени и Айтолла Хамени и не были против революционных. Но это когда, если это версия моя правильная, я считаю правильная, жизнь показала, что он стал президентом, значит Хамени хочет показать Западу, что я выбрал президента лояльно к Западу тоже. Если бы Джалили, Джалили вообще считает, что Запада Иран живет лучше, у него иллюзии есть, он надеется только на Китай и Россию. Вы знаете, что я хочу этим сказать? Надо так считать, это не президент будет давать новые сообщения Западу, это уже дал Хамени, и что именно президент реформатор, президент ближе к Хатами, у него в министре странных дел все равно главный советник, который приветствуется Америке. Если это совместно считать содержание, статья, которую писал он, он предлагает улучшить отношения с арабскими странами, я думаю, будет отношение лучше с Азербайджаном, с Турцией. Илхам Алиев приветствовал, его пригласили сразу в Баку, вы знаете. Я считаю, это факт, это ход сложный, Руслан. Это ход играл Хамени, это шахматы он играл. Он вдруг после гиблии Раиси, консерватор, президент, он сам хотели, чтобы один человек ближе к реформаторам стал президентом. Я не говорю, что он назначил его, я не говорю, что это фальшивый выбор. Он создал условия Хамени, еще и прошел фильтрацию Шурайни Гахбан, надзор, он стал кандидатом, и понятно было. Один реформатор сегодня имел шансы стать президентом, даже если будет 50% явка. Это дает сигнал, что это Хамени хочет улучшить отношения. И я считаю, ну можно, я говорю очень осторожно, конечно. Я говорю, возможно, есть большая вероятность, что Иран меньше будет создавать резкие цены, поддержки, вмешательства в регионе. Другой курс идет. Идет до сих пор, как Америка отвергает, в самом деле, продолжается и сегодня переговориться с Америкой. Значит, и после того, когда в августе он станет президентом, будет улучшиться отношения с Западом, будет продолжаться с Востоком, улучшится, считаю, отношения с соседами. Я ожидаю такого результата. Очень интересно будет наблюдать за тем, как могут измениться отношения Ирана с западными странами, в первую очередь с Соединенными Штатами, после президентских выборов в Америке в ноябре нынешнего года. Сегодня ночью было совершено покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Кто-то полагает, что это событие повысило его рейтинг и увеличило его шансы на победу в ноябре. Как считаете вы, и как, на ваш взгляд, могут измениться американо-иранские отношения в случае победы Трампа, который, как известно, всегда был противником Ирана и даже вышел из ядерной сделки в 2018 году? Да, вчерашнее удивительное покушение на Трампа, конечно, неожиданно было. Я считаю, я согласен, что рейтинг у него уже улучшился и возможности победы тоже. Но у Ирана, из странской республики, с Трампом есть большая проблема. Мы знаем, что Трамп дал команду убить Саада Сулеймани, потом главный командир Сапаха Коц, главный стражей революции. И эта проблема будет оставаться одна. Это будет очень-очень сложная ситуация. Если Трамп будет президентом, мы должны уже ожидать тяжелейшую ситуацию от дела Айтуллах Хаминеи. Потому что Айтуллах Хаминеи повторил несколько раз, что будет отомстить за гиблию Касима Сулеймани. Но будет время показать. Я думаю, даже если Трамп будет президентом, он, в отличие от Байдена, он даже больше говорит о приговорах. Он ушел от атомной сделки не сразу. Он год подождал и пригласил Ирана на приговоры. Он считает хорошим бизнесменом. Я думаю, даже если Трамп будет президентом, я думаю, Тегра, но нет другого выхода. Регулировать отношения с Западом. Но будет очень сложно. Айтуллах Хаминеи должен найти обоснование, почему с человеком Трампа, который открыто называл Байдена Сулеймани, главный террорист мира, и объявили, что он дал команду убить его, им придется с ним работать. Я думаю, если Трамп будет президентом, Тегра придется и с Трампом вести переговоры. Как в целом, на ваш взгляд, может измениться американская политика на Ближнем Востоке при Трампе, учитывая, как многие полагают, его произраильские позиции, именно при Трампе, вспомним, было перенесено американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Иерусалим был признан столицей Израиля. Более того, США признали суверенитет Израиля над Голландскими высотами. Как вы полагаете, не станет ли это угрозой для интересов США на Ближнем Востоке, учитывая то, как возросли антиамериканские настроения в регионе? Ну, я не принадлежу такое мнение. Давайте уточним, Руслан, насчет столица. Вы же знаете, это было принято до Обама, чтобы столица являлся Бетулмагадас, Русалим. Это просто каждый президент это дал по указу и продевал полгода. Это правда другая. Правда, что это решение было. Просто это решение не пошло исполнение, а Трамп исполнял. Даже куча санкций, которые делали против Ирана, эти санкции были в списке, когда был Обама. Я, если был в Америке, возможно, за Трампа не голосовал, если был американец. Но я хочу, чтобы преувеличивать. Я считаю, во время Трампа в самом деле не было ни одной войны мира. Давайте смотрим смелыми глазами. Но давайте, Руслан, только был Буш, Отец, Буш, Мелачи, Обама и Байден, всегда война началась или ухудшилась. Только когда был Трамп, не было войны. Это так. Он создал, вы об этом говорите, можем добавить. Он делал так, что первые арабские страны начали переговоры с Израилом. Он хочет показать, я считаю, если он будет президентом, он будет делать всего, чтобы остановить войну. А мы говорим, многие говорят, политологи, что Трамп поддержит. Но Байден, что должен делать? Байден очень сильно поддержал Израилу. Байден до сих пор это продолжает. Я не считаю, что Байден меньше помог Израилу. Байден не остановил это убийство Газы. Байден и не намерен делать. Он остановил поставку крупной бомбы и опять освободил. Поэтому насчет Украины он много говорит, я хочу добавить, если позволите. Я хочу сказать, что Трамп как кандидат в президент и Трамп в президент это разное. И что он говорит, я за 48 часов остановлю войну или давлю на Украину и сдаться. Это нереально. До конца следующего года будет война. Насчет нашего региона, где нам конечно интереснее всего, я считаю сан президентом Трампа или Байдена очень много зависит от политики и Теграна и частично Москва и Китай. Я не ожидаю ухудшения ситуации Газы. Наоборот, могу удивить вас, Руслан, после Трампа я ожидаю улучшения ситуации Газы израилом. В любом случае будем надеяться на мир, будем надеяться на лучшее. Спасибо вам большое, Агай Амир, за ваши неизменно ценные комментарии. Всего вам самого доброго, хорошего вечера. Большое спасибо. О внешней политике Ирана при новом президенте страны Масуде Пизышкиане мы говорили с иранским политологом Амиром Чахаки. Это была программа В контексте. Меня зовут Руслан Сулейманов. Всего вам самого доброго и мирного неба над головой. Руслан Сулейманов. Редактор субтитров А.Семкин